здравствуйте здравствуйте нас сегодня не очень много и я надеюсь что мы не очень задержимся с вами надолго потому что не первый раз мы с вами обсуждаем эту тему кто-то может быть помнить в прошлом году или в позапрошлом эта тема уже звучала итак мы сегодня будем говорить про взаимоотношения пациентов в нашем случае онкологических пациентов с персоналом медицинских учреждений с родственниками давайте вспомним что особенностью заболевания является чем отличается от других видов хронических тяжелых заболеваний это как повторяющиеся и постоянные воздействия травматических стрессов при полной сохранности сознания пациентов да то есть наша травмирующая ситуация никак не сказывается на личности если изначально личность здорова и высокий уровень непределенности который преследует нас период заболевания на все протяжении заболевания вот это сочетание трех факторов является такой особенной дестабилизирующей ситуацией ситуации онкологического заболевания я из этого конечно следует как истощение внутренних ресурсов да мы с вами говорим о психологических в основном ресурсах что может разряжаться в состоянии тревоги и снижение психоэмоционального тонуса если отношения с нашими близкими с окружающими нас людьми или с врачами или с персоналом которые нам призваны помочь складываются по деструктивному вектору как правило это выражается либо дистанцирование либо гиперопеки и тогда пациенты жалуются как правило на дистанцирование на то что они чувствуют себя в изоляции да кто-то с нами что-то не договаривает кто-то отказывается с нами взаимодействовать гораздо реже пациенты жалуются на гиперопеку потому что когда происходит гиперопека люди чувствуют себя нужными важными окруженными заботой но при этом зачастую инвалидизированными когда это приводит к получению вторичные выгоды от заболевания и не позволяет личности достаточно хорошо восстановиться период восстановления и в период ремиссии не позволяет людям встать на собственные ноги и идти дальше своим собственным путем мы при гиперопеке как правило склонны попадать в зависимость от людей которые нас гиперопекают поэтому с одной стороны вроде как и пожаловаться не на что но другой стороны такая ситуация тоже призвана считаться признана деструктивной это не очень полезно для человека давайте вспомним что когда мы говорим об онкологическом заболевании речь всегда идет о переживании этой ситуации как кризисные как экстремальные для самого пациента а именно зачастую достаточно трудно присвоить себе ответственность за происходящее и привести ситуацию кажущуюся как внешний в регистр кризисной так признать то что это действительно со мной происходит в начальном этапе бывает трудно и бывает трудно тогда когда ситуация складывается не самым лучшим образом но если пациент имеет шанс в большей степени привести эту экстремальную ситуацию в разряд кризисный а только с кризисной ситуации мы можем сосуществовать мы можем адаптироваться к ней интегрировать новый опыт свою жизнь и стать более зрелыми людьми то для людей с которыми это на самом деле не происходит с людьми которые нас окружают это всегда экстремальная ситуация им привести в разряд кризисным бывает особо трудно и зачастую они собственно говоря к этому не стремятся но экстремальная ситуация всегда существенно нарушает базовое чувство безопасности человека и также может приводить к развитию некоторых болезненных состояний мы говорим с вами о психологии поэтому болезненные состояния тоже этого регистра да это травматический стресс посттравматический стресс как либо более отложены ситуация невротического или даже психического расстройства ну давайте помнить что если стресс случился состоялся и был конструктивно разрешен то он не приведет не перейдет в посттравматического то есть он не будет нести из-за никаких негативных последствий. Поэтому сам по себе травматический стресс не так страшен, как замораживание человека в этой ситуации с его отложенной реакцией. Когда вроде ситуация уже разрешилась, давно прошла, а для меня ситуация вдруг все еще сохраняет свою остроту. Если в течение полугода родственники внезапно предъявляют какие-то острые состояния, вспомните, пожалуйста, как они отреагировали на то, что с вами случилось полгода тому назад. Если они успели переработать свои негативные переживания, скорее всего, у них не будет вот этих свечек нервных состояний через полгода или через год. Если через полгода и через год накал страстей ни с того ни с сего нарастает, мы и говорим о посттравматическом стрессовом расстройстве или о посттравматических состояниях. Но это в зависимости от того, как долго длится это состояние. Если коротко, вспышка и прошло, это состояние. Если вспышка и остается, накаленная атмосфера, тогда можно говорить уже о начавшемся с расстройств. Что касается невротических и психических расстройств, начнем с психических, если человек никогда к этому не был склонен, если он не был с этим в жизни знаком, или ему не диагностировали, или он просто никогда этим не страдал, то это и не разовьется. А вот невротическое расстройство – это то, что может развиться в случае отсутствия конструктивного разрешения напряжения в травматической ситуации. Ну вот, пожалуй, мы с вами теоретическую часть вопроса рассмотрели. И перейдем к более практическим вещам. Особенностями переживания как родственников пациента, так и персонала, в том числе врачей окружающих нас, является актуализация собственных чувств. И в первую очередь это всегда страх смерти. Ни родственники наши с вами, ни зачастую люди, которые специально пришли работать в онкологическое учреждение, как правило, не готовы психологически к этому острому резонансу. А любое несущее витальную угрозу заболевание, заболевание, которое, в принципе, угрожает нашей жизни, всегда актуализирует чувство страха как у самого пациента, который заболел, так и у тех людей, которые к этому прикасаются. Это неизбежно. И только подготовка и знание собственных границ страха собственной смерти защищают людей от резонанса в случае взаимодействия с теми людьми, которые болеют. Вот в отсутствие специализированной психологической подготовки персонал, врачи в меньшей степени, персонал больший, могут страдать, не осознавая этого, от напряжения, вызываемого вот этим личностным резонансом страха собственной смерти. Ну и так как эта ситуация не осознается, то совладание с ней, как правило, либо человек становится абсолютно беззащитен, быстро достаточно выгорает и уходит от этой области, либо наращивает защиты, бессознательные защиты и уходит на большую дистанцию. И вот когда мы говорим о том, что чувствуем себя изолированными, мы сталкиваемся с тем, что человек напротив нас не выдерживает своего собственного напряжения, которое вызвано общением с вами и вынужден бессознательно занять более длинную дистанцию. А что еще актуализируется? Ну, у неподготовленных людей, это наши близкие, страх заболеть раком. К сожалению, до сих пор еще в нашем обществе эти мифы достаточно живы, но понятно, что это не про врачи и не про персонал. Наши близкие боятся потерять значимое лицо. Значимое лицо для них — это мы, люди, которые живут с ними бок о бок. Страх разорения. Вы сами знаете, что лечение — штука дорогостоящая достаточно, но даже если оно по квоте, то все равно у родственников существуют мифы о том, что однажды они могут быть подвергнуты тем тратам, которые, в общем-то, они в своей жизни не планировали. Ну и на фоне переживания всех этих полуосознаваемых или неосознаваемых чувств формируются ощущения собственной беспомощности и чувства вины перед пациентом. Как правило, рядовой защитой в этом случае тоже является увеличение дистанции. Очень хочется от этого уклониться. Беспомощность и вина особенно всегда актуальны в обществе пост-атеистическом, когда, по большому счету, православная традиция или другая религиозная традиция не является хорошим подспорьем. Потому что у истинно религиозных людей очень хорошо структурировано представление о том, что будет с ними после смерти, и это добавляет им смысла в жизни. Довольно жесткие выраженные границы. Ну, у кого из вас они в зале есть и выраженные, я вас поздравляю. Но, как правило, все-таки мы, люди, которые нас окружают, выросшие в Советском Союзе, не имеем этих бессознательных защит. Давайте пройдемся по родственникам. Спросите, пожалуйста, самого себя. Когда я заболел, насколько изменились мои отношения с моими близкими? Стали ли они мне ближе и дороже? До какой степени они меня по-настоящему поддержали? Может быть, они отдалились от меня? Может быть, они окружили меня такой тесной заботой, что я отдалился от них? Штука — это поправимое. Даже если мне кажется, что отношения пошли по деструктивному пути, очень важно даже постфактум пересмотреть свое отношение к тому, как оно там у меня сложилось. И для этого есть довольно простой, если брать на слух, алгоритм. Первый шаг — это распознай тип. Распознай тип отношения между нами. Мы сейчас их позднее рассмотрим. Их условно подразделяют на три типа. Мы сейчас об этом поговорим. После того, как я распознала для себя тип наших отношений, я начинаю взаимодействовать с человеком именно по типу этих отношений. И разделяю с ним ответственность за коммуникацию. Я помню всегда, что в коммуникации нас всегда двое. Я и он. И каждый несет свою долю ответственности за эти взаимоотношения. И если я что-то меняю в себе, обязательно это скажется на нем. Если я не буду настойчиво ему транслировать, что он должен это сделать, а буду демонстрировать собственным состоянием те изменения, к которым я пришел, это вовлечет его так же, как вовлекает его мой страх смерти в случае, если я заболел. Не так, какие условно подразделяются типы реагирования. Вообще-то это взято из МЧС. Так классифицируют людей, которые попали в экстремальную ситуацию. Но мы с вами помним, что экстремальная ситуация и она и является. Для наших близких и для людей, которые с нами соприкасаются, когда мы болеем. А в кавычках взятое слово родственник и речь идет о подлинно родственных отношениях. То есть это не то, что мы мать и сын или племянник и тетка. Это по-настоящему близкие отношения, которые, вы знаете, не всегда соответствуют нашей родственной принадлежности. Это не обязательно так. Это не хорошо и не плохо, это просто так. Итак, тот человек, который действительно по-настоящему теряет нас как значимое лицо в случае, если нам становится плохо, переживает чувство потери, еще не потеряв нас, угрозу потери, и разряжается это в состоянии оглушенности и иногда в реакции избегания. Самый наш близкий и дорогой человек в момент шокирования и с чувством беспомощности может отпрыгнуть на очень значимую, значительную дистанцию. Как это может проявляться? В состоянии шока чаще всего бывает ступор, а иногда бывает тремор или двигательное возбуждение. Вот классический пример. Муж, который категорически не может взаимодействовать со слезами жены и даже говорит ей «Ты что, хочешь, чтобы я тебя жалел? Прекрати плакать!» Можно обвинять его в черстости, но гораздо важнее посмотреть на рисунок его поведения. Если тот же самый муж неотступно следует за своей женой по всем тем мероприятиям, по которым она ходит в течение своего лечения, то, скорее всего, он все-таки близок к ней и на ее стороне, мало ли, что он там говорит. Все-таки, когда речь идет о наших очень близких людях, очень важно не слушать то, что они говорят, а слышать то, как они это говорят и наблюдать за их поведением. Иногда, когда это гиперопека, это такой прилив сил, который, в общем-то, уже и сил нет никаких переносить. Человека становится очень много. Эффективным взаимодействием во всякой затруднительной ситуации является взятие некоторой паузы. Чисто технически можно себе представить, что я сделал шаг из некоего водоворота событий. Ситуация накаляется, визуализируйте ее себе, как мы это с вами обычно обсуждаем, как некую воронку и покиньте центр этой воронки. Представьте себе, как вы сделали шаг назад и взяли паузу. Когда я взял паузу, мне проще осознать, что на самом деле со мной сейчас происходит. Например, я злюсь, я обижен, я сильно огорчен, и я могу, если у меня есть навык, а я надеюсь, что за эти годы хотя бы на слух вы эти навыки каким-то образом обрели, так вот, утилизируйте свои негативные переживания. Либо представьте себе, что вы сделали, порвали, побили, потопали ногами. Либо, если вы вышли в соседнюю комнату, активно воспроизвезите, каким-то образом отразите ваши чувства. Вы взяли паузу, вы вышли за пределы ситуации, вы осознали то, что с вами происходит. Как правило, это переживание негативного ряда, и вы каким-то образом мысленно или физически отразили это состояние. Физически лучше, но мы с вами помним, что если даже мы делаем это мысленно, то головной мозг не умеет различать, правда это или нет. Хорошенечко себе это представив, мы все-таки облегчили свое текущее состояние. Если после этого вы успокоились и снова зашли в контакт с человеком, который для вас действительно значим, хорошо бы научиться разделять с ним свои собственные чувства и его чувства разделять. для этого нужно их называть, конечно. Не стесняться и не бояться, причем не гадать, что там с ним происходит, а называть то, что происходит со мной. Я растерян. Мне грустно. Мне страшно. И если при этом из моих глаз у вас льются слезы, то это уже дело того человека, который напротив, как себя с этим вести. Если я открыт, я демонстрирую человеку открытую модель поведения. Я не называю то, что происходит с ним, я озвучиваю то, что происходит со мной. Озвучиваю без каких бы то ни было ожиданий и долженствований того, как он должен на это отреагировать. Если я говорю, я плачу и жду, что он сейчас кинется меня утешать или она, это манипулятивное поведение. Я пытаюсь на него воздействовать. Я озвучил не то, что на самом деле со мной происходит. Скорее всего, я злюсь или я чего-то жду. Я сейчас просто сказала неправду. Потому что человеку, которому действительно грустно, помогает уже то, просто, что он произносит мне грустно. Вот это маркер того, обманываю ли я сам себя, когда озвучиваю свое текущее состояние. Как только я предъявил второму лицу свое текущее состояние, мне стало легче, я назвал его из души и упал камень, значит, я сказал правду. Если я что-то проговорил и застыл в ожидании, что он сейчас делает, что-то такое, чего бы я хотела заранее, но ему об этом не сказал, я манипулирую человеком, сидящим напротив. Итак, если я научился делить чувства с близким человеком, это всегда формирует глубокое подлинное понимание и доверие. И именно такое положение вещей позволяет пройти любую жизненную ситуацию с наим большим душевным комфортом. Иногда подлинная близость скрашивает самые сложные годы. Вспомните, как это происходило во время войны. У людей были очень подлинные чувства и зачастую потом в течение всей жизни они вспоминали эту подлинность и скучали по ней. потому что именно в трагические минуты нашей жизни наши чувства приобретают вот эту самую свою подлинность уходят из невротического регистра. И именно в эти сложные моменты можно обрести самые значимые отношения с окружающими нас людьми. Зачистить все, что до этого накопилось. Я прошу прощения. к вечеру сели связки. Итак, если я слушаю, о чем говорит человек на трибуне, если можно, спасибо, но не очень умею это применять, этому, конечно, можно научиться. Так вот, этому можно научиться. Можно научиться анализировать ситуацию, конечно, не как психоаналитик, но в достаточном объеме для того, чтобы употреблять это в быту. И также можно обучиться базовым навыкам взаимодействия. Следующий тип реагирования на ситуацию называется очевидец. Это человек, который увидел, напуган и достаточно заинтересован, он хочет помочь. Это действительно его каким-то образом задевает. Это не нарушает всю его жизнь, но он действительно откликается на то, что с вами происходит. как правило, это выражается в некоторых аффективных реакциях, в какой-то повышенной возбудимости, в речевой активности, но и при определенной беспомощности в яростном поиске виноватых. Я не знаю, что делать сам, но я должен немедленно назначить ответственное лицо за это вне нашей с тобой пары. Если вы диагностируете такой тип, ну как правило, это люди, которые с нами давно не живут, ну в общем мы с ними в очень хороших отношениях. Самым эффективным взаимодействием в этой ситуации не ожидание, конечно же, подлинной близости является, хотя это тоже возможно, и способ примерно тот же раскройтесь, раскройтесь без ожидания к их реакции, его просто продиагностируйте. Это тот самый человек, который ему самый близкий и родной, или это человек, который принесет мне пользу. Так вот, если вы понимаете, что он все-таки заинтересован пользу вам принести, запрашивайте конкретную помощь, называйте все своими именами. Мне нужно это, он может согласиться, может отказать, но я не заставляю его ходить и гадать, что мне там нужно. Ну и такого человека не стоит перегружать собственными эмоциональными переживаниями. Он просто этому недоступен и вот это как раз его отпугнет и уведет на дистанцию. Тип реагирования на ситуацию, которая в кавычках называется наблюдатель. Он шел мимо и что-то увидел, он испугался, точно знает, что это не про него и не готов в это эмоционально вовлекаться. Это могут быть наши очень близкие и огромные родственники. Это вполне реалистично. Кстати, хорошо сепарированные дети могут вести себя так же. Другой вопрос, зачем нам нужна их хорошая сепарация? Может быть, мы их берегли как ресурс для использования, а не отращивали как отдельно стоящую единицу. Тогда мы будем страдать от этого. Ну вот, допустим, это какой-то достаточно дальний родственник, и он вынужден присутствовать в этой ситуации, а мы привычно предъявляем какие-то к нему ожидания. Вот это уже совершенно лишнее, потому что мы будем фрустрированы, мы будем разочарованы, мы там ничего особо не получим. Как его распознать? Это эффективные реакции с локусом про себя. То есть это мне в этой ситуации хуже всего. Это у меня работа простая в этой я должен возиться. Это у меня маленький ребенок, я должен тебя куда-то тащить. Ну и вообще все с локусом про себя самого, потому что по-настоящему его это и затрагивает, никак не может вовлечься в то, что происходит с вами. Пожалуйста, вспомните, что это не потому, что вы плохи, что вы сделали что-то не так, это потому, что он эмоционально совершенно не готов к другому взаимодействию. Это его особенность, не ваша вина. Кстати, он имеет на это право. Он никак не просил, чтобы вы впрызг к нему в жизнь с этой своей травмирующей ситуацией. От такого человека требуется совершенно ничего не имеет смысла, только поранишься и уйдешь в разочарованном. Что же влияет на отношения между нами? На отношения влияет мое отношение к самому себе, к вообще больным людям, коллегам, к врачам, к смерти и к такому заболеванию, как рак. Совокупность это не все факторы перечислены, однако на мое отношение с человеком, сидящим напротив, влияет целая совокупность отношений к совершенно разным вещам, как я отношусь к коллегам, отношение к коллегам, например, может быть достаточно комфортное, достаточно конструктивное, это люди, которые работают в одном заведении со мной, я могу к ним относиться как к людям, которые обязаны обеспечивать мне душевный комфорт, то есть я все время жду от них, что они будут соответствовать каким-то моим ожиданиям. как я могу относиться к раку, я могу воспринимать его как смертельное заболевание и трястись от этого с утра до ночи, а могу воспринимать его как хроническое заболевание и наблюдать за течением своего заболевания, ну, на протяжении всего своего заболевания. Все это, конечно, во многом зависит от того, как именно я отношусь к себе. Ни одному человеку, даже обучающемуся психологии в УЗИ, не удается без помощи другого человека разобраться в этой самой сложной ситуации, как же я отношусь к себе. Те, кто учится психологии, долго и настойчиво себя изучают, те, кто этому не учится, не обязаны этим владеть, но при желании могут узнать себя лучше и сделать это с помощью специалиста. эффективное взаимодействие зависит от того, насколько во мне живет устойчивое, неагрессивное и необвинительное поведение в конфликтной ситуации, какой я в конфликте, хороший ли я переговорщик или насколько я человек агрессивный. У меня могут быть профессиональные навыки. Понятно, что человек, который всю жизнь проработал в онкологии, по-другому будет к этому заболеванию относиться даже при условии, что он заболел. Бывают еще навыки интроспекции, то, о чем мы с вами говорили, посмотри на себя сам. И навыки эффективной утилизации собственных негативных переживаний. Мне кажется, что многие из вас уже могут произнести это словосочетание хором. Еще раз, давайте вспомним алгоритм поведения при деструктивных взаимоотношениях с родственниками, при взаимоотношениях, которые не приносят мне удовлетворения, которые меня ранят. Обязательно нужно взять паузу. Обязательно внутри этой паузы, она же может достаточно долго тянуться, утилизировать, распознать и утилизировать эти самые свои негативные переживания. запросить у родственника конкретную помощь. В зависимости от близости конкретная помощь будет заключаться в пойми меня по-настоящему, либо купи мне памперсы, принеси мне молока. Распознайте тип человека, да, и отношение его к вам и обратитесь к нему за адекватной конкретной помощью. Не перегружать родственников собственными переживаниями на данном деструктивном этапе отношений и помнить, что это не я виноват, не я плохой, а человек напротив не готов к данной ситуации и он имеет на это право. Ну, опять-таки, все, кто не справляется сам, найдите себе специалиста, который вам в этом поможет. Это не всегда один и тот же человек, а каждому потребителю свой специалист. Перейдем к самоподготовке пациента перед посещением врача. Врач нам не родственник. И, собственно, его разделять нам не приходится, потому что это либо очевидец, либо наблюдатель. Очевидец это человек, который пришел в профессию не только осознанно, но еще обладает личностной глубиной и зрелостью. Он в состоянии переживать эмоциональное напряжение вместе с вами свое собственное. Это говорит о том, что у него такой внутренний ресурс. Не все врачи обязаны соответствовать этому ожиданию. Человек, который способен обучиться медицине, тем более в рамках онкологии, не обязан быть психологически развитой личностью, настолько устойчивой, чтобы переживать весь накал ваших переживаний. Вполне достаточно, если человек грамотен в своей области. Для пациента этого достаточно. И тогда ответственность пациента подготовится к контакту с врачом таким образом, чтобы смоделировать оптимальные условия выполнения врачу своих знаний и умений. Как вам это? Когда я иду к врачу, я должен дать себе отчет в том, что я иду отдавать ему полномочия за свое выздоровление. Я в этой области не специалист. Я должен прийти с осознанным доверием к его профессиональным знаниям. В противном случае задайте себе вопрос, зачем я вообще иду туда, где я не доверяю врачу. При этом я уверен в праве, в собственном праве на информацию. Но тогда я должен разделять информацию от душевного слияния. Это тоже процесс моей специализированной подготовки. если у меня нет избыточных ожиданий к личности врача, ему будет достаточно комфортно взаимодействовать со мной в поле своих профессиональных знаний и умений. И вот часть моего эмоционального состояния на подходе к врачу это моя ответственность, это ответственность пациента. потому что мы с вами взрослые, опытные люди, которые всего-навсего заболели, но это никак не сказалось на нашем психическом статусе. Мы отвечаем за свое поведение, мы можем отвечать за свои ожидания. Каким же бывают психологически грамотные взаимодействия с персоналом? разделите на этапы подготовки к взаимодействию. Это предварительная подготовка, сам процесс взаимодействия, завершение взаимодействия и снова предварительная подготовка. У нас не насморк, мы будем с врачом встречаться регулярно. На этапе предварительной подготовки первое, что мы с вами делаем, это психологически грамотно разделяем свои личностные ожидания к человеку и ожидания к его профессиональным качествам. После того, как нам удалось отделить две эти области и не пытаться от врача получить эмоциональную какую-то поддержку сверх того, что он сам нам предлагает, потому что это его личное дело, насколько у нас участвовать, это вопрос его внутреннего ресурса. Ну-ка, каждый день на потоке повкладывайся в каждого пациента. это очень быстро истощает. Поэтому врач обязан сохранять себя. Ну и вспомните еще, сколько у него, у этого врача, задач в течение приема. На компьютер, решение медикаментозной поддержки, очень много задач, кроме того, чтобы участвовать во мне лично. Поэтому я заранее готовлюсь к тому, что, возможно, личного участия я могу и не получить, но я к врачу иду не за этим. После того, как я с этим разобрался, хорошо бы спокойно на свежую голову дома подготовить свои вопросы. Наверняка они у меня есть, накопились, их просто нужно записать. когда я собираюсь идти и сидеть в очереди в коридоре, хорошо бы по дороге вспомнить о тех навыках элементарных саморегуляций, которые помогут мне пройти благополучно этот самый процесс ожидания. Прошу вас ответить хором. Релаксация, рационализация и та самая пресловутая утилизация. пальчики в кармашках, ножки в туфельках, представление ресурсного места. Многие из вас понимают, о чем я сейчас говорю. Утилизация. Возьмите с собой блокнот, ручку, пишите левой рукой, пишите правой рукой все негативные переживания, которые вас одолели, пока вы ждали врача, который задержался на предыдущем приеме. Это вопрос ваших навыков совладания. Вот наступил радостный процесс взаимодействия. Я зашел в кабинет, сел напротив и жду, что глаза поднимутся и посмотрят на меня с теплом и вниманием. А человек настойчиво что-то набирает в компьютере. Понятия не имею, что он там делает. Вы же все знаете, что для того, чтобы открыть вашу карту, нужно проманипулировать с компьютером не с вами, все уже опытные люди. Однако многие обижаются на это. Успевают себя немножко в этот момент как-то раскочегарить. Пока человек занят своими непосредственными обязанностями, я занят опять чем? я занят интроспекцией. Я наблюдаю за собой и разделяю. Ага, вот тут я захотел, чтобы на меня посмотрели материнскими глазами. Это не совсем уместно. А сейчас я внимательно пересматриваю свои вопросы, которые я задам, когда наступит время. Наблюдение за собой выручает нас в те минуты, когда мы, кажется, можем растеряться. как только это стало уместным, нужно обратиться к тем вопросам, которые я с собой принес. Можно их просто зачитать. И лучше, конечно же, записать ответы. Не всегда успеваем быстро все запомнить, правильно запомнить, выходим в коридор, чувствуем себя растерянными, вернуться обратно неудобно. Да, начинается вот эта вот гонка. Ответы лучше записывать. Может быть схематично, может быть заранее как-то, да, вы же все опытные люди их сформулировать и просто подчеркивать. И важно в период контакта научиться коротко, но ясно проговаривать собственные чувства. Просто это всегда облегчает любую коммуникацию. Я в замешательстве, я в затруднении. Сейчас я не понял. Минуточку подождите, я очень огорчен, я напуган. вот как только проговорил собственные чувства, даешь шанс человеку напротив помочь тебе в их разрешении. Либо как-то тебя успокоить, либо сказать, что извините, вот это сейчас не ко мне, но это уже будет ответственность второго коммуницирующего лица. ну и завершение взаимодействия. То есть взаимодействие это уже собственно говоря завершено, я уже вышел в коридор, может быть ошеломленный уже дошел до автобуса. Ну мало ли там как у меня сложилось, какую информацию я получил. Если я расстроен, лучше это отреагировать. Просто произнесите, я очень расстроен тем, что я сейчас услышал. или я очень раздражен тем, как у меня сложилось. Ну в общем это касается безусловно негативных переживаний. Если их нет, понятное дело, что никак их за уши притягивать не нужно. Ну кстати прекрасный совершенно тоже метод проговаривать свои положительные переживания. По моему сегодня я провел время конструктивно. Сегодня я съездил не напрасно. сегодня прекрасная погода. Мы можем не только утилизировать негативные переживания, но проговаривая позитивные переживания, мы можем подкреплять, якорить, как мы это называем психологи, свое актуальное положительное состояние. Это тоже очень полезная история. Наверняка при коммуникации в общественном месте я пережил некоторое напряжение. Наверняка я зажал себе плечи, тянул голову, поджал губы, может быть напрягал глаза. Релаксация. Поморгал, подкрывал рот, поделал сову, кто помнит сову, поиграл плечами, представил себе цыганочку, расслабил все свои любимые зоны зажима. В автобусе или дома пересмотрел записанные ответы. Все это называется проанализировать ситуацию. Этого вполне достаточно. Можно даже не усугублять анализ. Главное, что я как следует завершил это взаимодействие. В конце концов, если пациент неудовлетворен контактом со своим врачом, можно проанализировать, что именно мне не понравилось и найти ответственное лицо. Например, если мне не нравится организация работы кабинета, то ответственное лицо это главный врач организации. Да, не нужно предъявлять претензии к нянечке от того, что ее не укомплектовали шваброй. Это не ее ответственность, ничего хорошего из такой коммуникации не получится. Поведение врача, если мне не понравилось. Ответственное лицо его линейный руководитель. Вы можете это обсудить с ним. Это он должен корректировать ваше взаимодействие, а не вы в личном контакте прямо кабинете посреди приема. Если я не получил достаточное количество информации, ответственное лицо, как врач, так и пациент, возможно, я недостаточно подготовился к этому контакту, возможно, я невнятно записал, не задал уточняющий вопрос, почему-то постеснялся, побоялся, но это ответственности моя тоже. Ну, несоответствие личным ожиданием, что врач меня тут же удочерит, ответственное лицо пациента. Если я все время хожу к одному и тому же врачу, никогда не удовлетворен контактом с ним, только я отвечаю за то, почему я все время хожу в это место, где мне нехорошо. Так как у нас с вами сейчас психологическая часть мне кажется важным завершить этот год тем, что психотерапия рака, а по большому счету психотерапия включает в себя в том числе лекции на тему психологической грамотности. Для нас нашей ценностью психологической коррекции нашего с вами взаимодействия является самоосмысление пациента, свобода выбора пациента, свобода выбора ответственности, принятия на себя ответственности за обеспечение жизненно важных решений и в общем-то принятие ответственности за свою собственную жизнь никто не обязан нам обеспечивать лучшие условия. это только наша с вами личная задача и обучиться грамотно получать помощь это тоже существенно. Вот этот постулат описала родоначальница онкопсихологии и психоонкологии Джейми Холланд женщина пожилая американка не так давно она приезжала в Россию но мы так или иначе знакомы с ней по ее трудам. Напоминаю вам что для тех кто лежит в стационаре института онкологии возможно получение бесплатной краткосрочной помощи для амбулаторного приема каждый из вас может записаться на развернутую психологическую коррекционную помощь как правило речь идет о 3-5 посещениях порядка там тысячи полутора тысячи рублей за прием говорю это вам только для того чтобы вы могли сопоставить свои потребности и свои ресурсы ну вот телефон если вы надумаете записываться и вы можете получать любую помощь и поддержку если только захотите сегодня спасибо хорошего лета до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...